В уходящем году Щелковский район занял первое место в Московской области по исполнению программы «Чистая вода». В программу входила реконструкция 10 водозаборных узлов с установкой станции обезжелезивания. Крупнейший объект – ВЗУ номер 3 на улице Центральной. Здесь, как и на остальных объектах, работы уже завершены, и люди получают в свои квартиры и дома качественный ресурс. Теперь только в нашем архиве можно найти кадры, как раньше выглядело оборудование ВЗУ номер 3. Соответственно, и качество воды, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Поступало много жалоб. Сегодня станция подает чистейшую воду, которую можно пить без дополнительной обработки. Директор водоканала без опаски предлагает протестировать ее главе района. С Новым годом! А за бедро покупаешь? С чистой водой, с Новым годом! На ВЗУ номер 3 поменяли не только оборудование. Например, установили 12 новых фильтров высотой с трехэтажный дом. Изменилась вся технология подачи и очистки воды. А полностью программа реконструкции центрального водозаборного узла будет завершена только в следующем, 19-м году. 80 миллионов в первую очередь. На следующий год будет 47 миллионов еще в программе. Это уже будут косметические работы в основном. За 80 миллионов мы сейчас сделали полностью новую технологию очистки воды. Станция без железования. Сейчас технология малозатратная, энергоэффективная. То есть уже не напорная, а безнапорная. То есть самотеком вода поступает в фильтры. Мы взяли анализы и вода в разы чище, чем была там еще месяц назад. Глава Щелковского района Алексей Валов оценил качество воды. Но заметил, что до окончательной нормализации ресурсов в квартирах жителей должно пройти некоторое время. Я считаю, что качество отличное. Без взвесей, без запаха сероводорода, без железа. 0,1% это вообще самый маленький процент железа. Уверен, что в течение недели-двух трубы окончательно вымоют всю эту взвесь, которая раньше была там. И в квартиры непосредственно пойдет абсолютно чистая вода, которая есть сейчас на выходе с этого ВЗУ. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».